Всем коллекционерам и любителям уходовой косметики добро пожаловать! Это третья часть видео моей запасы. Сегодня покажу самую любимую категорию уход за лицом. Давайте скорее начнем. У меня сейчас в использовании мицеллярная вода от компании FITO COSMETIC. Фреш вода, ультрасвежающая, она мне нравится. Также в запасах у меня компания EVELYN, розовая мицеллярная вода, здесь 400 мл. И есть еще дорожный малыш от компании URIASH в объеме 50 мл. Гели для умывания от компании LIREN. У меня есть CENTELLA азиатский пробиотик. Мицеллярный гель, подходящий для чувствительной куперозной кожи. Объем 190 грамм. Также есть от компании HROMIN гель для умывания салициловой для проблемной кожи. Пенка для умывания компании LPKEA, небольшой дорожный формат 50 мл. Также у меня большое количество пенок. Муз для умывания от компании DAV, увлажняющий 160 мл. Компания FLORISAN, освежающий муз гиалуроновый для умывания. Очень красивая упаковка. Также я сейчас использую компанию SIBERINA с витамином C, гиалуроновое увлажнение и мягкость. Компания SOLCUR с органическим экстрактом ириса, масло-виноградной косточки и травы PROVANCE. Пенка тоже красивая. И еще одна пенка от компании PAEO. В большом объеме 150 мл. Тоже моя не первая. Очень люблю компанию PAEO. Она мягкая, нежная и хорошо работает. Из аптечной серии у меня два геля, очищающих от компании URIASH из линейки SIAC. Очищающий гель 50 мл и 40 мл. Это от компании DUCREI. Гель для лица, для нормальной и комбинированной кожи. Тоже буду их использовать как дорожные форматы. Теперь переходим к категории тоников для лица. У меня их очень много. Есть корейский от компании PECAN. CYCO тонер с синтеллой азиатской. 250 мл. Также есть корейская компания APYU. Aqua Peeling с АХ кислотами. Такой вот большой. Здесь 250 мл. Пойдет у меня на следующий сезон. От компании PAYO лосьон тоник эксфолиант усиливающий сияние. Тоже в скором времени планирую взять его в использование. От компании CLORANCE освежающий лосьон спрей для молодой кожи из линейки REFRESH. Вот такой вот красавчик. Пока тоже у меня стоит в запасах. Тоник от компании PLANETA ORGANICA. Тонус и свежесть гипоаллергенный. CYNOVIT спрей для проблемной кожи от угрей, прыщей и черных точек. Попадался в коробочке красоты. 75 мл. Еще один матирующий лосьон для проблемной кожи. Компания AHRAMIN. BELL COSMECS линейка BACACCHEOL. Активный тоник с ретинолом. Компания COMPLEMENT тоник гидролат шалфей и ромашка. Успокаивающий для сухой чувствительной кожи. Компания SUN LOOK. Термальная вода MIST. Потрясающий по качеству, по действию. Мне очень нравится. Также компания AVEN термальная вода. В объеме 50 мл. Очень люблю. Также забыла вам показать от компании AVEN очищающую пенку. Она у меня потерялась в объеме 50 мл. И у меня есть чистая линия лосьон тоник с витамином С. Вот такие вот большие запасы у меня тоников. Поэтому тоники в ближайшее время покупать я не буду. После того, как я хорошо кожу очищу, я наношу какого-либо плана, скрабы, либо пилинги. В этом сезоне я использовала НАТУРУ СИБЕРИКУ. Обновляющая пилинг маска для лица. Конец марта это было последнее время, когда я ее использовала. Потому что она очень активная, очень действующая. У меня лицо сразу краснеет, покалывает. Она такая рабочая формула. Очень люблю ее. Также у меня есть скраб для лица от компании FARCOM. Мягкое очищение от шелушивания и сияния кожи. Пилинг гель с экстрактом ферментированных соевых бобов от компании CHOICE. Корейский бренд. Также у меня в запасах ICON SKIN. Это пилинг. 12% миндальная кислота. Растительный комплекс. Вот такой пилинг. Тоже будешь ждать своей очереди. Возьму уже в следующем сезоне его. Есть у меня масло от CLORANCE. Масло для лица. С голубой орхидеей для обезвоженной кожи. В объеме 30 мл. С помощью этого масла я делаю массаж своей кожи. Также я использую в своем уходе отшелушивающие пилинг диски. У меня все корейского производства. Компания DR.LOLA сейчас в использовании. Также есть компания MIRINE. 5 в 1. Но также есть компания Professor Skin Good. И от компании SHERI. Вот такой вот запас у меня пилинг дисков. Теперь переходим к маскам для лица. В запасе у меня компания Eveline. Clean New Skin. Гель для умывания скраб маска. 3 в 1. Огромный объем 200 мл. Пока еще запечатана. Но тоже ближе к лету буду брать уже ее в использование. Сейчас у меня чистая линия. Скраб маска 3 в 1. Перечная мята, уголь, вулканическая вода. Она мне нравится. Я в принципе ей довольна этой маской. Далее у меня в использовании Swiss Image. Маска абсолютное питание. Глубокого действия. Это базовый уход. Кремовая, хорошая, рабочая маска. И в запасах у меня 3 маски для лица. От компании Eveline. Увлажняющая, восстанавливающая крем-маска ночная. Вот так вот она выглядит. И от компании Ahramine. Крем-маска для лица с коллагеном. Для всех типов кожи 50 мл. Очень удобно, что она идет с дозатором. Также маска от компании Organic Kitchen. Космо. Питательная. 100 мл. И маска от компании PAYO. Из линейки Hydro24. Также у меня целый набор очищающих пузырьковых bubble масок от компании Florissant. Линейка Белый Лен. Очищает поры. Засыщает кислородом. Осветляет. Выравнивает тон кожи. Вот таким образом она выглядит. Здесь у нас в каждой упаковке 15 мл. В пачке 10 упаковок. Поэтому хватит надолго. Я уже воспользовалась. По действию мне она очень понравилась. Давайте перейдем к сывороткам. Сейчас я использую сыворотку от компании L'Oreal GeoLuron Expert. Гель-концентрат, восполняющий, разглаживающий. С гиалуроновой кислотой. Легкая нежная текстура. Мне очень понравилась технология упаковки этого продукта. Здесь помповый дозатор. Все до последней капельки извлекается. Очень классный продукт. Быстро впитывается. Действительно легкая текстура. Нежирная, нелипкая. От Beauty Visage осталась последняя сыворотка с ретинолом. Я эти сыворотки очень люблю. У меня в свое время были довольно неплохие запасы. Вот сейчас осталась последняя. Также набор сывороток от компании Tiana. Супер увлажнение. Не так давно я их покупала. Пока еще лежат в запасах. Пока еще не тестировала. Но возлагаю на них в принципе хорошие надежды. Идет у меня сыворотка от компании It's Skin. 30 мл в стекле с удобной пипеткой. Это у нас серия увлажняющая. Также идет сыворотка корейская от компании Muto. Здесь 30 мл с семенами. Вот такая вот красивая сыворотка зеленоватого цвета. Слышала на нее хорошие отзывы. Тоже в ближайшее время пойдет в использование. Сейчас я пользуюсь дуэтом от компании It's Folio. Это увлажняющая сыворотка в объеме 30 мл. И точно такой же крем в объеме 50 грамм. Очень нравится эта серия. Она идеально подходит для вечернего применения, чтобы кожу восстановить, увлажнить, напитать. Вместе работают хорошо. И составили такой очень даже неплохой дуэт. Еще одна сыворотка вместе с кремом у меня стоит в запасе. Это сыворотка от компании Mule Dream. Сеул. Здесь 40 мл. Мне очень нравится ее исполнение. Она такая красивая. Из мату очень плотного прочного стекла. С удобным дозатором. Я люблю такие сыворотки. Прям классная, красивая. И к ней в пару у меня точно такой же крем в объеме 50 мл. Крем для лица с неоцинамидом и пептидами. У крема есть лопаточка, что тоже дополнительный плюс. И вот таким вот образом матово, красиво, стильно выглядит сам крем. Также у меня в запасах крем от компании Apew с гомомелисом. Я его очень люблю. Оставлю его на осеннее время. Такой вот красавчик. Из 50 мл. Крем очень хорошо подходит для моего тона кожи. Обязательно буду использовать. А у меня в запасах еще лежит крем от компании By Dr. Михайлова. Aqua Expert. Увлажняющий крем. Инновационная формула. Пока у него срок годности хороший. До 4-24 пока немножко полежит. Не знаю, что от него ожидать. С этой маркой я не знакома. Ничего о ней не слышала. Крем попадался мне в коробочке красоты. Надеюсь, что будет неплохим. Также у меня в использовании компания Skin Helpers. Аден серия. Крем Эмалент. Глубоко увлажняет. Успокаивает кожу. Укрепляет барьерные функции. Из этой же серии. Только аптечная косметика Урияш. Линейка Ксимоз. 50 мл. Это крем либидо. Восстанавливающий. Против раздражений. С термальной водой. Питает, защищает и успокаивает зуд. В использовании у меня 2 дневных крема. Первый крем от компании Stellar Skin Studio. Жемчужный. Он действительно очень красивый по оформлению. Помните, когда-то недавно мы с вами его вместе распаковывали. Я вам показывала первое применение. Как эти жемчужинки сжимаются. И в виде крема выходит. Давайте вам покажу. Его нужно совсем-совсем немножко. Он такой вот, знаете, для моей комби-кожи немножечко стал уже плотноватым. Несмотря на то, что он дневной. Сейчас у нас довольно тепло на улице. Уже где-то плюс 10, плюс 12. И поэтому сейчас становится мне уже он плотненьким. Ну, посмотрим. Пока буду использовать. Потом, может быть, переведу его в категорию ночного ухода. Также с утра я использую крем от компании Evelyn. Биоактивный крем с витамином С. Он подсвечивает кожу, эллиминирует. Обладает очень приятным вкусным ароматом. Я его просто обожаю. Он мне нравится. Очень хорошо подошел мне и полюбился. За пасуху у меня стоит крем увлажняющий от компании Organic Kitchen. 100 мл. Пока сказать ничего не могу. Также в использовании компания Payeo Supreme Genes. Это у нас крем. Дневной увлажняющий крем для лица. Легкая нежирная текстура. Обеспечивает уход. Сейчас вам покажу. Вот такая вот у него текстура. Я им уже пользуюсь. Он дает тоже такое жемчужное небольшое сияние. Подсвечивание кожи. Но смотрится это все очень даже неплохо. Также малыш крем от компании Vichy. Lift Active Supreme. Здесь у нас SPF 30. Объем 50 мл. Тоже эта баночка. Как нельзя будет сейчас кстати. Скоро буду водить ее. Уже в применение брать. У меня есть крем от компании Payeo. Из линейки Hydra 24. Это увлажняющая серия. 30 мл. Также сейчас в использовании крем для зоны вокруг глаз от корейской компании Enaf с коллагеном. Очень нравится. Здесь большой объем 30 мл. Крем от компании Evelyn для зоны вокруг глаз против морщин. В объеме 20 мл. И в запасах еще крем для зоны вокруг глаз от компании 3W Clinique. Из линейки Ханы. Что касается зоны вокруг глаз. У меня в запасах есть патчи. Вы знаете патчами я очень часто пользуюсь. Очень люблю. Это патчи от компании Fanny Organics. С кроликом. Давайте просто быстренько вот так буду упаковку показывать. Еще одни увлажняющие аква-патчи от компании Kurimo. Плотно прилегают, не сползают. Вот такие вот красивые. Полностью запечатанный патч от компании Element. Покупала тоже их в магазине FixPrice. И осталось у меня всего 3 упаковки патча от компании Natura Siberica из линейки Love. Гидрогелевые, оранжевые у нас освежающие. Бирюзовые, пептидные. И сейчас я пользуюсь вот этими красными. Супер омолаживающие. Я вам так скажу. Они небольшие по размеру. Но хорошо пропитаны. Не сползают у меня. И в принципе соотношение цена-качество мне нравится. Я брала их в Magnet Cosmetics за 190 рублей. Мне кажется, вообще отличная цена. Далее покажу вам маску для зоны вокруг глаз от компании Happy Lab. Увлажняющая маска. Здесь объем 20 мл. В общем-то пока еще не тестировала, не смотрела. Но очень будет интересно познакомиться. Также у меня в запасах 2 пачки гидрогелевых освежающих патчей от компании FITO COSMETIC линейка Beauty Visage Ice освежающие гидрогелевые и Beauty Visage патчи сияния. В каждой упаковке 10 штук. Мне на 5 применений. Очень удобно будет с собой куда-то взять их в дорогу. И огромное количество тканевых патчей. Патчи я очень люблю. И гидрогелевые, и тканевые. В данный момент у меня в запасах находятся тканевые патчи от компании Holy Poly. 60 штук. 30 штук от компании Sherry с гиалуроновой кислотой. 30 штук патчей, обогащенных коллагеном и экстрактом зеленого чая от компании Paraskin. И 14 штук увлажняющих патчей от компании L-Skin. Это все, что у меня есть в запасах для лица. Надеюсь, вам было информативно и полезно. Оставляйте комментарии. И жду вас в следующей части видео про мои запасы. Всем пока-пока.